Больше 200 домовладений в Болотнинском районе переведут на голубое топливо в рамках госпрограммы до газификации. Какие расходы придется нести семьям, выясняли мои коллеги. Дети вообще у меня в восторге. То есть ложатся тепленько, руки не грязные ни в угле, ни в дровах, ни пыли, ни сажи, ничего нет. А так раньше Петя дома стояла, там и гарнитур, все было в этой саже. А сейчас нет, чистенько, комфортненько, прям очень удобно. Экологическому топливу Ольга Степановна, мать пятерых детей, не нарадуется, не жалеет о вложенных силах и средствах. Автоматика вообще здорово. Я говорю, вот мне парни приехали, когда 30-го числа они позвонили, что нас пускают газ. То есть я-то, в принципе, человек такой, что я, допустим, не знаю всего этого. Они мне сказали, не переживайте, мы все это запустим, все это проверим. Я поэтому только сижу, наблюдаю и пользуюсь. Госпрограмма действует в тех населенных пунктах, где уже проложены внутрипоселковые сети и требуется только достроить газопроводы до границ земельных участков. Платить за это не нужно. Всего в районе на подключение к газу заявлено 226 зданий. Работы уже практически на 100% завершены в Бару и в Дивенке, в Баратаевке, в Карасево. Планы у нас октябрь-ноябрь 2022 года. В Болотном работы ведутся на протяжении всего срока, частично выполнены. Заявку на участие в программе еще можно подать единому региональному оператору «Газпром» газораспределения «Томск», а также через порталы «Коннектгаз.ру» и «Госуслуги». Обратиться в МФЦ или в Болотненский участок «Газпрома». Жители могут рассчитывать и на дополнительные меры социальной поддержки. Компенсацию получают инвалиды и участники Великой Отечественной войны, то есть имеют право на эту компенсацию одиноко проживающие инвалиды первой и второй группы, одиноко проживающие ветераны труда Новосибирской области, семьи, имеющие детей инвалидов, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, вдовы погибших, умерших участников войны. Льготники могут получить компенсацию – 50% от суммы расходов на газификацию дома, но не более 35 тысяч рублей. Нужно обращаться в Центр социальной поддержки населения. Главное условие – гражданин должен быть собственником дома. Кроме того, дом должен быть включен в региональную программу газификации. Анатолий Харитонов, Тихон Матанцев, Андрей Новоселов. Новости ОТС.